сегодня устанавливаем лыжные крепления на беговые лыжи для конькового хода крепление соломон sns для конька но установка не важно что для конька что для классики что нам понадобится непосредственно сами крепления под шуруп надо специальную биту которого с тупым концом и плотно входит шуруп не болтается так ну два сверла это желательно сверло поменьше для первой сверловки второе сверло основное 3 и 8 десятых миллиметра разместочный инструмент шило фломастер тонкий штанг и цирку желательно угольник изолента нам понадобится чтобы на сверле сделать ограничение глубины и дрель или ручная или аккумуляторная или электрической от розетки и так начинаем значит в креплениях есть паз куда собственно вставляется ботинок вот 4 на ботинке примерно тоже 4 миллиметра то есть он вот так будет сжиматься и вот это место это ось ботинка должна проходить по центру тяжести лыжи и так первая наша задача найти центр тяжести лыжи центр тяжести ищется с помощью самого задней планки крепления то есть берем вот тут обозначена примерно область баланса и уравновешиваем лыжу так чтобы она находилась в равновесии но вот этот момент по делаем аккуратную лисочку эту лисочку помощью угольника переносим верхнюю часть лыжи здесь должна проходить ось крепления дальше первое отверстие крепление должно проходить строго по осевой и располагаться от этой линии на расстоянии 35 миллиметров то есть это будет вот так должно быть ось должна здесь быть и здесь мы должны найти сего линию и 35 миллиметров отложить сторону 35 миллиметров перед 20 35 проводим перпендикуляр и теперь надо найти середину вот на этом отрезке середину я привык находить что англициркулем ширина на лыжи у нас здесь так 39 миллиметров по-моему делаем 19 половины впадает вот это намечаем место первого шурупа слегка накалываем шилом не стараемся сделать это сильно потому что мало ли что прикладываем сверху я вижу это наколотая риску и смотрим то есть у нас ось ботинка проходит по центру тяжести лыжи теперь нам надо здесь представить отверстие диаметром 38 на глубину шурупа смотрим шуруп насколько он выступает из крепления когда он будет завернут полностью тут вот на лыжи нарисованным резко три с половиной миллиметра 16 миллиметров глубину это наверное то что мы можем тут сверлить не больше 16 метров на самом деле шуруп выступает на всего 12 миллиметров то есть нам достаточно просверлить дырку глубиной 13 миллиметров значит на сверло мы делаем ограничитель из изоленты 12 миллиметров можно изоленты можно допустим кусочек пробочки или колпачок от зубной пасты вариантов много для начала я намечу дырочку маленьким сверлом диаметром 2 миллиметра очень аккуратно специальное сверло по дереву с таким разметочным концом так тут у нас стоит на сверление на сверление стараемся держать вертикально в обоих плоскостях сверлится очень легко только верхний слой сверлится дуговато снимаем за усиленность чуть-чуть сверлом большего диаметра можно слегка наживить шуруп пока дырочка свободно просто аккуратненько так завести чтобы он нарезал резьбу и Продолжение следует... Замечаем в одном отверстии... Замечаем в втором отверстии... Идеально... Так, чуть-чуть посильнее накалываем... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...